Существуют внешние признаки, которые говорят о том, что ваша печень на 100% не в порядке. Самые частые признаки будут в конце этого видео, поэтому обязательно досмотрите до конца. Печень – это уникальнейший и жизненно важный орган. Это самый серьезный большой фильтр в нашем организме. И когда многие говорят «детокс», «чистки», то это не совсем иногда приемлемо, потому как в целом здоровая печень в здоровом организме способна фильтровать и проводить детоксикацию достаточно серьезных соединений и токсинов. Это постоянная интоксикация в мегаполисах, отравленным воздухом с солями тяжелых металлов. Это бесконечная еда токсичная с токсичными соединениями, с генномодифицированные продукты. Это бесконечная токсическая нагрузка в виде того, что мы на себя мажем, пшикаем, чем мы моемся, чем мы чистим зубы. Именно поэтому я так часто делаю эко-разборы, потому что именно эти соединения точно так же попадают в наш организм, и наша бедная печень должна это все фильтровать. Существуют две фазы детоксикации в печени. И вот первая и вторая фаза. И вот как раз-таки, когда мы поддерживаем продуктами, определенными действиями, эти фазы детоксикации, нашей печени намного легче. Кстати, обязательно подпишитесь на мой канал и посмотрите этот ролик про фазы детоксикации и как поддерживать свою печень в правильном здоровом состоянии. Почему мы вообще, в принципе, говорим сегодня с вами о печени? Потому что это, знаете, очень важный и часто, ну, скажем так, недооцененный орган, потому что он не болит и никак себя не проявляет, чтобы заподозрить о том, что с ним что-то не в порядке. Вы знаете, я все-таки практикующий доктор, и я очень часто ежедневно вижу анализы пациентов или посылаю пациентов на анализы, и я, опять же, вижу и могу диагностировать, как много и как часто люди, пациенты имеют нарушение печени в той или иной степени, и даже об этом не подозревают, и мы выявляем это только при диагностике. Например, жировой гепатоз печени. Вы скажете, о, это что-то такое сложное, какой-то диагноз из области фантастики. Совсем нет. Избыток веса всего лишь 5 килограмм от нормального приводит человека к тому, что у него начинает формироваться жировой гепатоз. Что это такое? Это не всегда увеличение печени. Печень может быть и нормальных размеров, но это всегда замещение здоровых клеточек печени жиром. В народе жировой гепатоз называют жирной печенью, и действительно, если посмотреть на картинки, печень выглядит как один сплошной такой кусок жира. Почему я решила записать именно такой ролик? Потому как печень, она не имеет сама по себе нервных окончаний, она не пронизана нервными волокнами, и она не болит. Довести свой организм до состояния, чтобы у тебя болела печень, это, конечно, надо постараться. Это уже когда какое-то крайнее состояние. А вот капсула, в которую заключена печень, она как раз-таки за счет увеличения органа, за счет того, что печень увеличивается, она растягивается, она может давать вот это неприятное ощущение справа. И такие состояния, как, например, цирроз печени, это такое уже достаточно крайнее состояние, которое идет после жировой гепатозы, и до которого нужно, ну, скажем так, докатиться, да, доесться, допиться и не следить за своим организмом. Так вот, даже такое серьезное заболевание заподозрить чисто физически, иногда не предоставляется возможным именно потому, что печень не болит. И вот как раз-таки сегодня я хочу рассказать вам о симптомах, которые косвенно могут сказать вам о том, что ваша печень не в порядке, и нужно хотя бы на нее обратить внимание, пойти сдать анализы, сделать УЗИ и ее проверить. Сухость, горечь во рту и неприятный запах изо рта, такой, знаете, кто-то говорит гнилостный, кто-то говорит сладковатый. Это самый яркий, самый такой показательный симптом, который укажет вам на нездоровье печени. Вот этот запах изо рта печеночный, он не перебивается ни жвачкой, ни едой, почистить зубы, он не перебивается ничем вообще. Следующий неочевидный, но очень частый признак, с которым пациенты приходят и жалуются, это красные пятнышки по телу, такие как красные родинки маленькие, сосудистые звездочки в большом количестве. Сюда же я бы включила новообразование на коже в виде папиллом. Папилломы – это такие бессветные родинки на ножке. Папилломы, вот эти красные точки, чаще всего 50 на 50 связаны с проблемами с печенью, а с другой стороны они связаны с нарушением углеводного обмена по типу сахарного диабета, инсулинорезистентности, лишнего веса. Но это настолько между собой связано. Вот я рассказывала про жировой гепатоз. Жировой гепатоз, почему он формируется? Потому что в организме идет нарушение углеводного и жирового обмена. За счет чего? За счет того, что у человека высокий уровень глюкозы, скорее всего, высокий уровень инсулина, скорее всего, вместе с ним, это лучший друг всего этого состояния, высокий уровень гормона лептина. Лептин – это самый жиро-такой накапливающий гормон в нашем организме. И вот когда эти товарищи повышены, я не говорю о других анализах, другие анализы тоже будут не в норме, но это такие самые яркие проявления. Когда идет нарушение жирового и углеводного обмена, мы имеем как раз-таки историю с жировым гепатозом, то есть с формированием жирной печени, именно из-за повышения уровня глюкозы, инсулина в нашей крови. Это очень частое состояние, и люди, опять же, приходят, даже об этом не знают, пока я не скажу, мой хороший, когда ты последний раз сделал УЗИ органов брюшной полости? Да, у то 10 лет назад. Ну, давай пойдем сходим. Пошли, сделали там жировой гепатоз, тут же холецистит воспаления желчного, потому что печень желчная – это одно целое, да, тут же панкреатит воспаления поджелудочной железы, потому что это тоже одна и та же система, ну и там различные другие проявления. Еще больше интереснейших фактов о желудочно-кишечном тракте, о печени желчном, поджелудочной железе, о кишечнике в моем бесплатном вебинаре, который называется «Здоровое ЖКТ». Ссылочку на регистрацию на вебинар оставлю в описании к этому видео, регистрируйтесь, приходите, очень интересно. Следующий признак, который говорит о проблемах с печенью – это варикоз, варикозное расширение вен. Мы уже с вами поговорили о сосудистых звездочках и о красных точках, а варикоз в данном случае – тут может быть, опять же, много разных причин, но если это все связано между собой, если это все в комплексе, то это на 90% связано с проблемой с печенью. Почему? Потому что при таких сосудистых изменениях на сосудистую стенку влияет очень сильно гормон эстроген. Его уровень как раз-таки повышается при хронических заболеваниях печени, при фиброзе, при циррозе, гепатите. Это может быть, конечно, и при других состояниях, например, при беременности, но в данном случае, если вы имеете в комплексе признаки, о которых я сказала, то вам точно стоит проверить печень. Следующий очень яркий признак – это изменение цвета кожных покровов, слизистых оболочек и склеры глаз. Сюда же я бы еще добавила гиперпигментацию и изменение в принципе цвета лица, когда цвет лица такой, знаете, серый, землянистый. И если лицо покрыто пигментацией, вот именно гиперпигментацией, то это 100% проблемы с печенью. Ну и, конечно, мы не можем с вами не сказать о пищеварительных проявлениях, потому как печень – это часть желудочно-кишечного тракта. Люди с печеночными проблемами будут чувствовать повышенное газообразование, приступы тошноты, рвоты на ровном месте, запоры или диареи, причем может быть как и одно, так и другое. Сюда же потеря аппетита и очень быстрое насыщение после еды. Кстати, желтый налет на языке, потемнение мочи, то есть прям темная моча. Не потому, что вы долго не ходили в туалет, она прям такого темного цвета. И обесцвеченный кал. Так много интересной информации, так хочется поделиться с вами больше и рассказать вам больше о желудочно-кишечном тракте. Поэтому приходите на мой большой, бесплатный вебинар о желудочно-кишечном тракте. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Регистрируйтесь, он абсолютно бесплатный, будет очень интересно.